А Павловский собор Гатчины в день празднования памяти святых и славных первоверховных апостолов Петра и Павла отметил свое 165-летие. Уникальный памятник архитектуры для местных жителей, он дорог прежде всего как место живого непосредственного общения с Богом в молитвах и таинствах. Накануне престольного торжества всеночное бдение в храме возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Все дороги ведут в храм. В самом центре города возвышается величественный кафедральный собор Павловский, сердце Гатчины. В этом году он отмечает свое 165-летие. С престольным торжеством и юбилеем поздравил духовенство и всех прихожан, преосвященнейший епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Мы будем молить святых апостолов Петра и Павла, чтобы они еще и еще раз показывали нам правильный путь в Царствие Небесное. Если мы спотыкаемся, помогали нам подняться и вновь продолжить свой путь. Всех поздравляю с наступающим праздником и желаю всем крепкого, крепкого здоровья. К престольному празднику Владыка наградил епархиальными знаками и архиерейскими грамотами прихожан и благодетелей кафедрального собора. Собор был построен по указу императора Николая I в память о его отце, императоре Павле I и в честь его небесного покровителя, святого первоверховного апостола Павла. Благоверный император Павел широко почитался и царствующим домом, и простым народом. Известно, что святой царь Николай II предполагал на церковном соборе канонизировать Павла I, но революция помешала этому случиться. Должен сказать, что, может быть, благодаря тому, что в этом соборе есть благодать такая в том, что вокруг него собираются люди-почитатели. Образовалось в прошлом году общество памяти Павла I, и это общество возобновляет работу по сбору документов, по канонизации Павла I, и эта работа уже около года ведется. А это рака с мощами преподобно мученицы Марии Гачинской. В 2006 году она была прославлена Русской Православной Церковью в лике святых, что стало большой радостью для гачинцев. С тех пор неуклонно растет почитание мученицы. Появляются свидетельства о новых чудесах благодатной помощи по ее молитвам. Вообще, конечно, этот храм, история которого связана с величайшими святынями, такими, как, допустим, три великих святыни – это Филемская икона Божией Матери, часть Десной руки Иоанна Предтечи и часть креста Животворящего Господня. Вот эти святыни по благословению или по повелению императора Николая I, они в течение более чем полувека приносили сюда каждый год и оставались здесь для поклонения верующих. Вот редкий храм, и вот отсюда они ушли в свое странствование по миру. И сейчас в храме находится много святынь. Это и частица древа креста Господня, ковчег с частицей мощей святого пророка Иоанна Крестителя, частица мощей великомученика и целителя Пантелеимона, частица мощей святой княгини Анны Кашинской, чтимые иконы. Но главная ценность храма – это приход, это люди, священнослужители, которые выслушают, помогут, направят. Батюшки у нас очень славные, внимательные, всегда дают и такие советы, которые, ну, сам не дойдешь. Простая вещь на поверхности лежала, а он скажет двумя словами, и уже как будто бы идешь дальше по жизни в этой сумме. Батюшки очень хорошие. В 165 лет этот храм является местом особого присутствия Божьего. Много событий минуло за это время. Поколения людей приходили на смену, а храм продолжает быть. Радовать глаз, благодаря священникам и прихожанам, для которых церковь была и остается частью их жизни. Редактор субтитров А.Семкин